Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это очередной выпуск новостей из мира The Isle of Rima. Перед началом ролика, как обычно, хочется выразить огромную благодарность всем нашим донатерам канала за вашу финансовую помощь. Спасибо, друзья! Итак, поговорим о некоторых вещах, которые будоражат сердца любителей Эврима. Первое и самое главное, когда выйдет долгожданное обновление 5 гнездования. Друзья, у меня нет точной цифры или даты, но могу сказать одно. Как говорят все тестеры в закрытом дискорде тестов, и игроки строят свои предположения. Точный день, либо воскресенье, 26 июня, либо следующая неделя, среда, пятница. Сам разработчик также не называет даты, но намекает нам на то, что тесты прошли удачно и уже готовится выпуск полноценного обновления. Кстати, как могли заметить, стресс-тесты уже закрыты, и буквально вчера они открылись всего на 5 часов, чтобы проверить, потому что в игру были внесены фикс-патчи, устранившие последние проблемы. Все вы мне пишите часто во всех соцсетях Sky, когда обнова. Мы уже устали ждать. Ребята, поверьте мне, я сам отчасти устал и хочу, чтобы данное обновление уже вышло, и все смогли бы с большим удовольствием насладиться игрой. Давайте рассмотрим затравку от разработчиков. Название видео. Наблюдение со скрытых камер Apollo Engineering. Охота троадонов на Бэйпиозавра. Продолжение следует... Как можем видеть, краткий ролик будущего игрового динозавра Троадона, на котором видно, как ведется видеосъемка с камер человеческих построек. И в поле зрения попадается стая троадонов, которая ведет охоту на Бэйпиозавра. Насколько мы знаем, троадон будет опасным, ядовитым и хитрым маленьким стайным динозавром будущих обновлений. А также он будет обладать самым лучшим ночным зрением. Это, конечно, не означает, что троадон будет выпущен ранее обновление Кровь. Как говорил ранее, часть команды уже занялась разработкой шестого обновления. Сам троадон готов на 80%. Недавно на дорожной карте ему добавили Нест. По данному ролику скажу, что модели сделаны великолепно. Озвучка животных на высоте. Действие выглядит очень красиво. И часть будущего обновления Кровь уже сделана. Для самого троадона осталось завершить всего 12 задач. И, кстати говоря, давайте приоткроем занавес выпуска будущих динозавров. Думаю, многие могли заметить это в видео физика и вес динозавров. Мы уже неоднократно строили свои предположения на стримах. И по собранной информации сделать некоторые выводы. Если у вас будет что дополнить, пишите в комментариях, буду рад почитать. Итак, Бепиозавр. Выпуск обновления 5.5. Тродон. Выпуск 6.5 обновления. Цератозавр. Выпуск обновления 6. Галимимус. Обновления 6.5. Хочу напомнить о том, что разработчик сказал нам 2 месяца назад, что все может меняться. И динозавры, их выпуск, будет выпускаться ранее запланированного. Посмотрим концепт-арт анкилозавра. Что мы знаем о данном динозавре? Анкилозавр. Из отряда динозавров семейства анкилозаврит. Рост почти 2 метра. Длина от 7 метров. Вес животного достигал от 5 до 8 тонн. Обладал хорошей защитой в виде панциря на спине и голове. А также имел огромную булаву на своем хвосте. С помощью которой мог защищаться от нападения хищников. И мог нанести смертельный удар врагу. По крайней мере сломать кости точно. По версии Легаси анкилозавр второй тир динозавров. И как ранее в игре мог ломать лапы динозаврам. Наподобие Рекса. Вроде бы с этим животным был некоторый дисбаланс. И анкилу в игре порезали. Вернемся к концепту. И предположим каким анкилозавр будет по версии Эврима. Анкилозавр попал в засаду. И приступил к сражению с двумя акрокантазаврами. Как мы видим. Что хвост у животного будет являться мощным оружием. Сможет наносить удары. И противник будет получать большие переломы костей. Также панцирь анкилы будет защищать от прокусов огромных хищников. Скорее всего эта часть тела будет самой сильной. И на теле. Можно это наблюдать на зарисовке с гиганотозавром. Конечно мы пока много не знаем о способностях других больших хищников. Но спинозавр будет обладать способностью своими большими передними лапами переворачивать жертву и кусать в живот. Наносить смертельные удары. Так что у анкилы будут и слабые места спастись от спинозавра. Удастся ненадолго, если вовремя принять стойку и нанести первому удар в челюсть. Или морду врагу. Еще одна способность анкилы, как мне показалось, прикинуться мертвым в случае опасности. И если хищник подошел слишком близко, первым его резко атаковать. Вряд ли, конечно, хищник пройдет мимо, но будет шанс выжить. Также показано гнездование на концепте. Анкилозавр будет обладать способностью сбивать фрукты для рациона и диет с пальм с помощью хвоста. Подобно пахицефалозавру, который это делает своей головой. Как и говорил, панцирь на спине анкилы будет хорошей защитой от хищников. Анкилозавру достаточно просто прижаться к земле и лежать. По крайней мере, пати юторапторов можно ввести в замешательство. Конечно, никто не отменял прокусы в голову анкилы. Но, может, они будут не сильно сносить ваше хп. Еще одна из удивительных способностей анкилы, это пересекать и проходить под водой совсем небольших устьев рек. Ну что же, друзья, с нетерпением ждем выхода обновления 5 гнездования. Если у меня появится какая-то новая информация, я обязательно вам сообщу в нашем дискорде, группе ВКонтакте, а также в нашем сообществе на канале Ютуб. Надеюсь, что данный ролик вам понравился и ты обязательно подпишешься, поставишь лайк и нажмешь колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео и стримы по The Isle. Всем хорошего выживания! Субтитры создавал DimaTorzok